Всем привет! Так как я являюсь жителем Литвы и приграничного города с Белоруссией, хочу предоставить вам отчет за 2017 год от наших доблестных пограничников. Самые необычные способы контрабанды за прошлый 2017 год. Сигареты, спрятанные в шинах, топливных баках и других частях машины, уже не удивляют. Такие излюбленные места, куда прячут контрабанду, уже давно известны таможне. Но человек – существо творческое, а контрабандист – это тоже человек. И, конечно, творческий, хотя и не ищущий славы. Впрочем, популярность все-таки к ним иногда приходит. Итак, пятое место литовцы присудили сразу нескольким носильщикам еды через границу. Белорусские сигареты закатывали в консервы, упаковывали в пачки с соком и маскировали под сухое детское питание. Четвертое место получил продавец книг из Америки, который посылал своим подписчикам за 20 долларов минули таможенные платежи внутри книжек, дорогие телефоны и даже ноутбук. Третье место досталось теплолюбивому белорусу, который надел на себя необычный жилет, греющий своего хозяина, находившемуся внутри 60 пачками сигарет. Второе место у белорусского коллеги литовских таможенников, сегодня, вероятно, уже бывшего, который, по легенде, ехал в Литву в гости и перевозил в коробку с конфетами детям сладости, а на самом деле вез сигаретные гадости. Ну а первое место досталось фабрике окон. Модные зеркальные окна, которые направлялись через Литву в Швецию, не вызвали бы интерес у таможенников, если бы не выяснилось, что обе стороны окна отражающие. Как же через них смотреть, подумали таможенники. Да и не нужно через них смотреть, ведь внутри были спрятаны от людских глаз 6,5 тысяч пачек сигарет Фест из Гродно. Ну а дальше предлагаю вам посмотреть небольшой видеоотчет с места событий. Все, кому понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok